Глядя на такого миленького зверька и не подумаешь, что это сильный, опасный и даже кровожадный хищник. Разозленный горностай может нападать на животных вдвое больше себя и в критических ситуациях даже на человека, это при том, что весу в этой мимимишной малютке не более 300 граммов. Горностай является представителем славного и многочисленного семейства куньих. Внешне больше всего похож на своего сородича, ласку, и также меняет зимой мех на белый, поэтому их можно довольно легко спутать. Основное отличие в размере – горностай немного больше и в кончике хвоста всегда остается черным. Собственно, в зимней шубе большинство этого зверька и представляет, хотя меняют окрас они только в районах, где снег держится достаточно долго. Летом горностай не сильно выделяется, верх буроватый, со светлым, бело-желтым животом. Это очень юркий и проворный зверек, который искусно маневрирует на полосе с препятствиями. Питается в основном разнообразными грызунами, хотя с феноменальной смелостью кидается и может убить даже зайца или глухаря, многократно превосходящих их весом, благодаря чему и прославился. Добычу не душит, а прокусывает ей череп сзади. В голодное время также способен ловить рыбу, лягушек, змей, ящериц и насекомых. Как и многие хищники, с радостью поедают птичьи яйца. Если пищи много, может делать запасы, оставляя недоеденные тушки в укромных местах. Несмотря на то, что горностай является отличным пловцом, парикем может преодолевать дистанции до 600-700 метров и довольно неплохо карабкается по деревьям, он старается вести активную деятельность исключительно на земле. Перемещается он не столько быстро, сколько беспорядочно, и поэтому поймать его довольно сложно. Как и предугадать траекторию его движения. Даже просто удерживать его в поле зрения не так-то и просто. Проворство и ловкость позволяют горностаю не только успешно охотиться на добычу, но и спасаться от врагов. Впрочем, их не так уж и много. Лиса, куница, кошка. Иногда на горностаев охотятся хищные птицы. Впрочем, кошек-зверек не особо боится, и даже сам нападает на них. В основном, конечно, чтобы напугать и выиграть время, чтобы спланировать отступление. Горностай отличается миниатюрными размерами. Длина тела 25-35 сантиметров. Вес не более 300 граммов. Это что касается самцов. Самки почти вдвое меньшие по весу и по размеру. У этого животного хоть и маленькие, но очень острые зубы, которые при обнаружении добычи он сразу пускает в ход. Причем, во время охоты он настолько становится азартным, что готов убивать столько жертв, сколько сумеет догнать. Если говорить о привычном рационе горностая, то зверек на 90% плотояден. Была бы его воля, он питался бы исключительно мясом и рыбой. Когда по каким-то причинам с мясом наступает перебой, то горностай может некоторое время продержаться на постной пище, питаясь ягодами. Хотя все равно, следуя своему врожденному инстинкту, он будет искать какие-нибудь гастрономические деликатесы в виде насекомых или личинок. Наверное, где-то в глубине души горностая мечтает быть таким же большим и сильным, как лев или тигр, чтобы иметь возможность лакомиться более вкусной добычей. Однако нельзя сказать, что у этого зверька присутствует комплекс неполноценности в связи со своими физическими данными. Наоборот, это очень дерзкий и бесстрашный хищник, который не боится даже человека, значительно превосходящего его по размеру. Известны случаи, когда горностай кидался на рыбаков, пытаясь отобрать у них небольшую порцию лова. Конечно, чаще всего этот зверек оставался ни с чем, ввиду превосходящих сил противника. Но сам факт того, что этот маленький воришка готов бросаться на свою добычу, хоть и не им пойманную, с кем угодно, не обращая внимания на размеры, невольно вызывает некоторое уважение к этому животному. Одной из уникальных особенностей горностая является его фирменный гипнотический танец, который он использует, чтобы усыпить бдительность более крупной, чем он сам добычи, например, зайцев или кроликов. Горностай знает, что догнать прытких косых ему не под силу, и поэтому, чтобы подобраться к ним поближе, зверек использует хитрость. Он начинает извиваться и кувыркаться по земле, имитируя сумасшедшего, и незаметно подкрадывается на нужную дистанцию. Ну а дальше дело техники. Конечно, нельзя сказать, что это гипноз в прямом смысле этого слова, но на зайцев и кроликов почему-то действуют безотказно. Они завороженно смотрят на обезумевшего зверька и даже не мыслят о том, чтобы дать дёру. В качестве места жительства выбирает прилегающую к источникам воды территории, обычно тундры, лесотундры, хвойные и лиственные леса, и лесостепи. Из-за зимнего меха множество этих животных добывали и убивали. Учитывая небольшие размеры, требовалось действительно много шкурок даже на один воротник. Максимальная продолжительность жизни – до 7 лет, но в природе подавляющее большинство горностаев живет не больше двух. У каждого животного есть своя территория, которая помечается пахучим секретом из анальных желез. Причем этот участок огромен. При размере около 35 сантиметров он занимает до 20 гектаров, у самок меньше. Пара образуется ненадолго, расставаясь после спаривания. Самка занимается нахождением и обустройством будущего логова. Довольно часто это брошенная нора другого животного. Там она приносит на свет потомство, обычно 4-9 детенышей. Они очень беспомощные и слаборазвитые. Однако через пару месяцев уже начинают охотиться самостоятельно. Вероятно, такое поведение обусловлено большим количеством естественных врагов и малым сроком жизни этого хищника. Тем не менее, у других родственных видов этого явления не наблюдается. Спасибо за просмотр! Если понравилось видео, поддержи его лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самый мощный видос. Не забывайте про колокольчик, чтобы быть самым первым, ведь я это сразу вижу. Друзья, если вы хотите со мной пообщаться, обсудить разные темы, обязательно вас жду в соцсетях, инстаграм и вк. Ссылки на экране и в описании. Всем хорошего настроения!